Хорошую школу можно сравнить с храмом знаний, потому что в ней, как и в любом храме, присутствует атмосфера добра и взаимопонимания. У хорошей школы всегда много друзей, и это не только бывшие выпускники. Кроме того, что сегодня юбилей у школы, директор школы является, Светлана Николаевна, моим помощником на общественных началах. Поэтому на территории Голицына, скажем так, очень много вопросов, которые мне приходится решать непосредственно с населением, проходит через именно нее как помощница. Прямо в день торжества из Ханты-Мансийска с радостной новостью вернулась делегация районного управления образования. Педагог школы-юбиляра Наталья Горчакова стала лауреатом Всероссийского педагогического конкурса «Сердце отдаю детям». Если взять статистику, то на протяжении, наверное, более пяти лет Московской области лауреатом в этом конкурсе не являлось. И мы сегодня представляли единственным человеком, единственным кандидатом, который защищал честь Московской области. И выступили достойно. Поэтому я желаю школе процветания, развития, успешности. А самое главное, чтобы дух команды процветал. Руководство школы старается ежегодно открывать в здании новые многофункциональные помещения. Проект «Конференц-зал», реализованный к юбилею, позволит проводить интегрированные уроки, вебинары, интернет-конференции и при этом помогает решать проблему нехватки учебных помещений. Поддержку в его открытии оказали областные депутаты Александр Баранов и Олег Рожнов, главы поселений и местное предпринимательское сообщество. Удобство зала оценили профессионалы. Ну, шикарный конференц-зал. Я думаю, что ни в одной городской школе мы пока такого вот зала не видели. Потому что это действительно, как она, Светлана Николаевна, сказала, для того, чтобы и решить учебные вопросы. Тут не стыдно провести. Я сказала так в реплику, что если вдруг Путин Владимир Владимирович захочет там приехать, конференц-зал уже подготовлен. Пожалуйста, приезжайте. Педсовет здесь провести. Ну, просто вот, понимаете, и с большим вкусом, с большой любовью. 14 лет директором этой школы была руководитель администрации района Татьяна Одинцова. Они всегда рады, когда я приезжаю. А я рада. Я вижу то, что они молодцы. Я вижу, что у них есть успехи. Я рада за каждого. Я знаю каждого. Я горжусь, что школа имеет результат. Что они стараются. Что они подводят меня. Это самое главное. Молодцы. Юбилей школы был отмечен чередой праздничных мероприятий, длившихся целую неделю и окончившихся грандиозным вечерним торжеством. Сегодня мы с вами празднуем 70-летний юбилей школы. 70 лет – это очень долгая и богатая история. За 70 лет школа выпустила тысячи выпускников. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отпраздновать это событие. Торжественный ужин был наполнен настоящим фейерверком из подарков, сюрпризов и награждений. Александр Баранов поздравил коллектив школы от областной думы, от имени первого заместителя председателя областного парламента Ларисы Лазутиной и фракции партии «Единая Россия». Поздравление от главы района Андрея Иванова и благодарность от губернатора области Андрея Воробьева директору вручила руководитель районной администрации Татьяна Одинцова. Начальник управления образования Ольга Ляпистова также наградила лучших из лучших, передала учебному заведению поздравительный адрес и объявила о еще одном приятном сюрпризе. От администрации Одинцовского муниципального района, от управления образования, премии педагогическому коллективу – миллион рублей. В любви к Голицынской средней школе номер один признался и глава городского поселения Голицына Александр Дудоров. Я с любовью и с трепетом отношусь ко всем, кто находится в этой школе. От Совета депутатов, от руководства города, от себя лично хотел поздравить всех с этим знаменательным событием. Я вижу, как меняется школа с каждым днем, с каждым месяцем и с каждым годом. Главным подарком от Александра Дудорова был замечательный торт. Шоколадный фолиант стал своеобразным символом знаний, которые в Голицынской школе номер один получают с удовольствием. Петр Горохов, Артем Лавоносов, телекомпания «Одинцова».